Новогодний шар на Тайм-сквер, пожалуй, одна из самых старых новогодних традиций Америки. Каждый год 31 декабря за одну минуту до полуночи по специальному флагштоку с 23-метровой высоты спускается огромный елочный шар. Впервые церемонию провели в 1907 году. С тех пор она стала традиционной. Исключением были 42-43 годы, когда объявлялась всеобщая светомаскировка. А вообще это новогоднее украшение – настоящий исполин. Диаметр современного шара больше 3,5 метров, а вес ни много ни мало 5 тонн. Каждый 31 декабря на Тайм-сквер собирается до 1 миллиона человек. По телевизору же за новогодним исполином наблюдают миллиарды. Еще одна новогодняя традиция родом из Нью-Йорка – рождественская елка в Рокфеллерском центре. Впервые на этом месте ее усыновили в 1933 году. С тех пор главное новогоднее дерево здесь украшают ежегодно. И с каждым годом оно становится все выше и наряднее. И это неудивительно, ведь сейчас подбор хвойного дерева ведется целый год. И к зеленой красавице предъявляют довольно требовательные условия. Ель должна быть не ниже 20 метров, ее минимальная ширина – 10,5 метров. На освещение Рокфеллерской елки уходит до 30 тысяч разноцветных светодиодов и около 80 километров проводов. Звезда на верхушке весит 250 килограммов. С середины ноября и до середины марта ботанический сад Набано-носата превращается в средоточие сияющих огней. Зимний фестиваль света в Японии – одна из любимых новогодних традиций. Темы и масштаб световых инсталляций каждый год разные. Целых три месяца ботанический сад светится и переливается всеми цветами. Еще один праздник света проводится в Лионе. И начало его относится аж к 1643 году. Правда, в те времена, зажигая сотни огней, люди думали не о новогоднем убранстве. В ту пору Европа буквально косила чума, и люди зажигали свечки и лампадки в молитве, прося Деву Марию о заступничестве. Сегодня праздник носит чисто светский характер. Ведь власти Лиона осознали – декабрьская иллюминация значительно повышает привлекательность города. Сегодня на четыре декабрьских дня в Лион стекается до трех миллионов туристов. Новогодние традиции существуют и в теплых странах. К примеру, в Бразилии Новый год начинается роскошным и ярким фейерверком. А украшать городские улицы начинают, вы не поверите, за полгода до праздника. В Париже понять, что до Нового года рукой подать можно, взглянув на витрину главных магазинов – «Прингтемпс» и «Галери Лафайт». За пару недель до зимних праздников за стеклами торговых центров появляются настоящие сказочные картины с сияющими гирляндами, волшебными елочными украшениями и крошечными фигурками животных. Одним словом, к Новому году готовятся везде – в Париже и Москве, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро. В каждом городе в декабре преображаются улицы и здания, и, кажется, даже люди становятся чуть праздничнее и веселее. Ведь нельзя оставаться хмурым, когда на каждом шагу тебя окружает новогодняя сказка.